Под началом мне было очень стремно работать со взрослыми, потому что я не понимала, как установить дисциплину и авторитет, если ученики старше тебя, особенно если они ровесники моей бабушки. Вы знаете, что у каждой возрастной категории есть свои отличительные особенности в плане обучаемости. Мы не ожидаем от пятилетнего ребенка такого же фокуса внимания, как и от 12-летнего. Развивается мозг, происходит плавный переход от игровой деятельности в учебную, ребенок превращается в подростка, потом во взрослого. Он становится более осознанным, ставит перед собой цели, и очень часто для достижения этих целей ему нужен английский. Возможно, память работает уже не так, как у младенца, хотя у некоторых она работает ого-го, зато лучше стало с логикой и самоорганизацией. Слава богу, что сейчас нет вот этой риторики. Ой, да надо было в детстве учить, куда уже сейчас, поздно. Когда мне было 19, я вообще стеснялась своего возраста и старалась о нем на работе не говорить. Но в этом-то и фишка. Со взрослым студентом не нужно выстраивать иерархические отношения из серии I'm the boss. Не нужно показывать, что ты здесь главный и делать так, чтобы тебя слушались. К вам будут прислушиваться и так, потому что человек выделил время и средства на это занятие. И именно он заинтересован в его продуктивности. Хотя, конечно, есть взрослые дети, но это скорее исключение, чем норма. Дяденька, а мне 40 лет. А ну бегом к маме. Насчет взрослых учеников я поняла вот что. Они оценивают подачу и смотрят на результат. У них нет предрассудков по поводу возраста. Со взрослыми учениками очень важно с самого начала обозначить цель максимально конкретно. И ввести четкое расписание. Потому что сначала они полны энтузиазма, а потом он постепенно спадает. Очень важно их стимулировать и указывать на их прогресс. Как бы снабжать их регулярной дозой дофамины, чтобы они не расслабляли булки. Есть еще одна категория учеников, которую стоит вынести отдельно. Это люди старших поколений, условно 50+. Я восхищаюсь этими людьми, потому что для меня это индикатор высокого уровня осознанности. Что человек не просто продолжает жить, как живет, а именно уделяет время на то, чтобы тренировать свою нейронную сеть. Ученые всего мира признали, что изучение иностранных языков полезно для психического здоровья. Снижает риск инсульта, деменции, улучшает когнитивные способности. Короче, помогает всячески тренировать и развивать ум. У меня небольшой опыт работы с такими студентами, но для себя я вывела вот такие штуки. Во-первых, не нужно ожидать такой же пластичности мозга, как и от 17-летнего подростка. Каким-то аспектам нужно уделять больше времени, в том числе и на drill. И на самом деле это все. Поставить произношение можно, научить воспринимать на слух и смотреть кино в оригинале вполне реально. 50 лет, согласитесь, еще вполне молодой возраст. А вот как быть с учениками за 70? Я решила поспрашивать своих коллег, у кого такой опыт имеется. С их позволения озвучу их ответы. Замечательная женщина, была очень прилежной, очень ответственной. Ходила на все занятия, выполняла все домашние задания. И это было действительно огромным удовольствием проверять ее работы, потому что у нее был очень красивый почерк. Отличается немножко техническая часть работы, потому что сейчас в современном мире почти вся домашняя работа не приносится на листочках. Она отправляется онлайн. И это тяжело, потому что люди не очень понимают, что это как делается, даже если ты делаешь им видео-гайд для этого. Но это не приговор, потому что на осень работе все прекрасно. Им надо понимать, зачем они это делают. Если дети, они просто так поглощают информацию, они верят, что это им надо, взрослые интересуются, зачем это надо. Им надо понимать, что это развивает. Как видите, все отмечают то, что форма работы и ее техническая составляющая отличаются. На усвоение материала необходимо немного больше времени, но поэтапная планомерная работа всегда приносит результаты. Кто-то из моих коллег однажды сказал, никогда не поздно, никогда не рано. И я с этим абсолютно согласна. У каждого возраста есть свои особенности, но они не мешают обучению. Какой у вас самый взрослый ученик? С какими трудностями в работе с ним вы столкнулись? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я все читаю, мне очень это интересно. Уже совсем скоро новогодние праздники, и мы готовим для вас специальные видео, полные сюрпризов. Даже в каникулы продолжим выпуски, вот увидите. На этом не все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал Sky Teach, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках, и stay tuned. Bye! Не, не могу на тебя смотреть. Так, серьезно. Ты прям смотришь, ты слушаешь, знаешь. Четки, на да.